привет всем дорогие друзья меня зовут Ольга я рада приветствовать вас на своем канале и хотела бы кратенько рассказать о плектрантусе домашней мяти вот так вот она выглядит сейчас на данный момент у меня она очень хорошо растет объединять эти два растения я не буду пусть пока растут в таких небольших горшочках ну точнее стаканчиках как видно что несмотря на то что небольшое количество у нее земли она довольно таки очень хорошо растет не заливать ни в коем случае это растение потому что она не любит перелив из-за того что у нее очень водянистые такие листья у нее плотный такой толстенький стволик она напоминает перечную мяту у нее не так много лечебных свойств но ее можно использовать как для красоты на своем подоконнике но также ее можно еще и в чай добавлять и я это делаю с более взрослого растения это отводки от растения я из них пока еще ничего не отрывала но вообще ее листочки я отщелкиваю просто отрываю можно отрезать там где они не нужны например с каких-то мест можно и прищипнуть в общем добавляю в чай а также можно добавить в напиток с лимоном или с еще с чем-нибудь можно добавить ее в напиток с березового сока как сейчас это более актуально также я могу сказать что это растение очень приятно аромат истончает от листьев если вы будете растение это использовать в пищу ну как в чай поэтому не стоит его подкармливать какими-то химикатами азотом или втором я бы рекомендовала его подкормить какими-то более натуральными веществами это например замочить корки банана в воде на три дня а затем вот этим вот этой водичкой полить более ничего не надо она очень вам будет благодарна в принципе все спасибо большое за внимание ставьте лайки подписывайтесь на мой канал обязательно пишите комментарии если у вас будут какие-то вопросы а так всем пока пока